Привет, милые дамы! С вами ваш Коста, ведущий этого вечера. Позади меня дом Томаса Кабба. Сегодня его день рождения. И вы смотрите Проект Икс. Йоу! И вы смотрите Проект Икс. Йоу! Ну, вроде еще налазит. Привет, милые дамы! Привет, милые дамы! Привет, милые дамы! Здорово, соски! Это ваш любимый Коста, как жизнь, ёпта! Позади меня стена этого дома. И вы смотрите Проект Икс. Продолжение Йоу! Оливер, как поживаешь? Хорошо выглядишь. Спасибо. Я собрался сниматься в еще одном фильме. Как он на этот раз? Во второй части Проект Икс. Но помнишь, когда-то была вечеринка в Доме Каббов, и мы снимали все это на видео? Я Томас Джей Би Бэкс. Ааа, этот! Ну да, такое трудно забыть. Мне понравилась эта туса. Я потом еще раз в 20 этот фильм посмотрел. Эй, Декс! Декс! Это я! Надо кое-что обсудить. Очень важно. Заверни мне какой-нибудь бургер, и жду тебя на улице. С тебя 10 баксов, и у меня есть всего 2 минуты. Говори скорее, что хотел. Декс, мне нужна твоя помощь в съемке очередного дерьма. Помнишь Эпик Тусу, на которой ты под столом еще прятался? Да, это было классно, но... Стой, Декс, ты же легенда видеоблогерства. На той Эпик Тусе было полгорода. А знаешь, сколько потом еще людей посмотрело этот фильм? Эм, нет. Несколько миллиардов, чувак. Пошли в машину. Рад, что ты вернулся, Декс. Надеюсь, от гула купится? Аа, купится. Поверь мне, еще как. Сейчас надо только найти Томаса и прочих этих боссов в Ворнер Бразерс. Немного покумякаем, обсудим все детали, получим добро на продвижении фильмов широкие массы, и дело в шляпе. Добрый день, я звезда фильма Проект Икс. Предоставьте документы. Ну что ж, мы внутри. Ворнер Бразерс в площадке. Голливуд. Как приятно вернуться домой. Надеюсь, тот Филлипс не сильно обидится, что я припарковал свою машину на его месте. У вас сообщить, Каста? Хай. Где тот? А, кто вы такие? Че, не узнаешь меня? Им сори. Я главный хер фильмов для молодежи. Когда он вернется? Не скоро. Я могу передать ему, что вы заходили. Хераси, у вас жопа. Да, мы, я организовываю очередную эпическую вечеринку в доме Томаса Каба. Эпическая вечеринка в доме Томаса Каба. Оденьтесь, подыбающие. Че, нахрен? Это тут ерундой страдает Томас. Йоу, шлепки, ваш фильм полный отстой. Декс, ты снимаешь? Стой здесь, стой здесь. Кажется, это он. Какие люди в Колливуде? Оливер, Святая Дева Мария. Че, заклунская шляпа на тебе? Знаешь, зачем я здесь? Ради нового фильма Project X2. Это будет мощно. Нет, 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 нет. Послушай, на этот раз все будет по-взрослому. Будет куча народа. Я, ты, Декс. Он уже там. Он че, уже снимает? Куча пухла. Куча тёлок. Что за детский садик опять? Кому вообще нужно это продолжение? Мне оно нужно. Я в этом не участвую. Прости, но слишком плотный график. Warner Brothers хорошо платят мне за то, что я постоянно снимаюсь в их фильмах. А вы, ребятки, предлагаете опять отнять у меня время, деньги и карьеру. Вот, посмотри, какой хороший домик на колесах они мне подарили. Тут не потусить. Йоу, Тодд, как дела? Привет, мужик, всё путём. Мы тут заглянули тебе в офис с Дексом, но ассистентка сказала, что ты на обеде. Да, в последнее время вообще редко появляюсь в офисе, но в данном случае был обеденный перерыв. Ребят, что вы хотели? Да мы тут собираемся организовать вторую эпиктузу вместе с Дексом. Он уже, кстати, снимает. Вот, ходим, собираем народ, ищем укромное местечко для движа. Круто, круто, круто. Чем могу вам помочь, парни? Тодд, ты знаешь, что нам нужно от тебя. Вся эта эпикпати, как обычно, будет фиксироваться на камеру, после чего нам нужно дать добро на продвижение этого материала в Warner Bros. Студии. Боюсь, я не в силах на это повлиять. После того фильма у компании было куча проблем. Вряд ли такое хоть когда-то можно будет повторить. В тот раз ты говорил так же, козёл. Но фильм собрал миллиарды показов и долларов. Будь проклятый, катись тогда к чёрту. Весельчак тут на своей волне. Йоу, Майлз, как же туха, брат, туха! Ааа, не бери в голову, это Оливер Купер тебя беспокоит. Надеюсь, ты не забыл обо мне и о том угарном вечере, что мы устроили. Где было куча веселья с белыми таблетками. Эй, Майлз где-то там. Добрый день, я ищу Майлза Тайлера. Эмма. Сэр, вам сюда нельзя. Вход в тренажёрный зал бронируется заранее, сэр. Покиньте помещение, сэр. Йоу, Майлз, братуха. Опасный секьюрити у входа выпер меня на улицу. Да что ж такое-то? Боже мой. Давай, может, встретимся чуть позже, когда ты освободишься где-нибудь у тебя на хате, например. Ну и домищен. Было бы круто тут затусить. Хэллоу? Это капитан Большой Член, впустите меня. Фамилия и мое отчество. Чё? Рот твой шатал, мне надо увидеться с Майлзом. Ничем не могу помочь. Сука! О, этот придурок случайно открою. Давай, давай, заезжаем. Добрый день, ассистент Майлза. Здорово, слушай, не подскажешь, где мне тут найти Майлза? Чё-то он перестал отвечать на мои звонки после того, как я нагрубил окрайнику и проник в его особняк. Прямо сейчас Майлз не может говорить, так как у него начались съемки. Но если хотите, чуть позже я соединю вас с ним. Когда? Мне надо срочно. Завтра. О май, гарабал, шакалы, горите в аду. Эй, ребята, история пишется на ваших глазах. Мы с Дексом наконец отыскали Майлза на этой чертовой съемочной площадке. И с минуты на минуту с ним увидимся. Пошумим, ёпта, блин! Эу! Майлз гасится где-то тут. Текс-камера работает. Исторический момент. Контролирую, чтобы все было отлично. Это вроде его машина. Ладно, просто ждем удобного момента. Сейчас он сядет в тачку, я побегу и начну переговоры. Йоу, Майлз, братуха, как жизнь, чувак? Это я, Коста. Ты чего не отвечаешь на звонки? Слушай, сделай музыку потише, что-то нихрена не слышно. Мы тут с корешами решили устроить вторую эпическую вечеринку. В чем-нибудь доме, как старые добрые, буду я, ты, Томас, сексуальные чиксы и море позитива. Было бы неплохо, если бы ты поучаствовал. Мы могли бы перенести дату, но удобно для тебя число. Завучит, конечно, здорово, парни, но я не смогу. У меня были другие планы. Хорошо вам повеселиться. Удачи! Сука, Майлз, будь ты проклят! Я знаю, что байки про то, что ты трахнул училку в тот раз, либо ложь, либо ей давно было под полтинник лет! Джей Би, здорова. Как твоя жирная задница? Не сдулась с годами? Все такая же жирная и смешная, Коста. А что случилось? А вот случилось кое-что. Когда я захожу в инстаперепихон, дабы связаться с кем-нибудь через директ, я каждый божий день вижу тонны новых сообщений от неизвестных мне людей, которые хотели бы видеть продолжение той самой эпической вечеринки. Я пытался уговорить Томаса, Майлза и прочих сомнительных типов, но кроме Декса практически никто не хочет. Прошу хоть тебя, давай повторим это незабываемое событие. Это будет трижды круче, чем в тот раз. Больше никаких оскорбительных шуточек про твой лишний вес. На этот раз все по-взрослому. Нам просто нужны люди и желательно какой-нибудь домик. Оливер, если мы сможем это повторить, то не только станем в разы знаменитее, но и скорее всего сможем даже заработать на прокате второго фильма «Хорошие деньги». В тот раз их хватило, чтобы хотя бы покрыть все убытки. А в этот раз мы, может, даже уйдем в плюс. Я за. Но надо только как-то уговорить Томаса. Попробуй еще раз найти его и все обговорить. Вот где-то ты хера моряк на уточке. Эй, Томас! Эй! Это снова я! Какого хера ты делаешь? Прости, просто послушай. Нам нужна эта вечеринка. И тебе она нужна. Даже Майл Стайлер согласился. Это будет нечто. Уверяю, мы заработаем на фильме кучу бабла. Майл Стайлер? Он согласился? Ну не совсем. Вернее, почти. Короче, он согласится, если фильм будет иметь перспективу на хорошую прибыль. А для этого должен согласиться и ты. Это будет не просто вечеринка. Это будет атомная бомба веселья. Мы поставим раком весь город. Старик, просто верь мне. Ну ладно. Ворнер Бразерс Пикчер слушает. Привет, мудозвоны. Это король вечеринок с большим пенисом. Я хочу сказать, что скоро у нас будут эпические материалы с такого эпохального события, которое весь Голливуд видел лишь раз в небольшой миниатюре. Это сорвет такую прибыль, которая вами не снилась. Я устраиваю супер-тусу, которая прославится на весь мир. Пока не поздно, давайте заключим несколько контрактиков на продвижение фильма в массы. Название фильма – Прэк Тикс 2.